Музыка 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 Примудрость Ростик Музыка Свет Христов Просвещает Все Господи, возбавь Тебе, услыши меня, вон мне глазу моленья Моего внегдала с матьями Тебе. Моего внегдала с матьями Тебе. Моего внегдала с матьями Тебе. Душа целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви. 1 марта церковь молитвенно празднует память святителя Макария Невского, митрополита Московского и Коломенского. 1 марта 2017 года в среду первой седмицы Великого Поста святейший патриарх Кирилл посетил Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. В Успенском соборе предстоятель Русской Церкви совершил литургию преждеосвященных даров. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, у Святаго Преподобного Иоанна Кассиана Римлянина мы встречаем его воспоминания об Авве Серапионе, египетском подвижнике, который жил в то же время, что и Преподобный Иоанн в 4-м, в начале 5-го века. И Преподобный Иоанн, пораженный аскетической мыслью Авве Серапиона, приводит не только его слова, но и на основании его слов предлагает некую систему, аскетическую систему, направленную на то, чтобы помочь людям преодолевать грех. О чем же учит Авва Серапион? Он попытался систематизировать человеческие страсти, которые, в свою очередь, проистекают из помыслов. Помыслы посещают сознание человека. Если они задерживаются в сознании, то становятся устойчивой мыслью, а если затем человек, припытаясь бороться с этими мыслями и помыслами, проигрывает сражение, то тогда грех из области мысли переходит в волю, из воли в действие, а действие способно поработить человека. Святой старец и Авва Серапион попытался назвать эти страсти, расположив их в некоем логическом порядке. И он упоминает вот о каких страстях чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. Это, конечно, не означает, что этими восемью страстями ограничиваются все человеческие страсти, но все остальные страсти так или иначе связаны с этими восемью, как бы законополагающими образ страстной жизни. В стороне как бы от этих страстей стоят две последние – тщеславие и гордость. Несомненно, что тщеславие является причиной для гордости. тщеславие – это склонность человека таким образом строить отношения с другими, чтобы постоянно подпитывалось его устремление иметь славу и превосходство над другими людьми. Такому человеку непременно всегда нужно говорить комплименты, если он способен восторгаться его способностями. И только тогда он оживает на короткое время, а перестают люди возносить этот фимиам, и сдувается человек, и теряет энергию, и раздражается, и гневается. Мне приходилось в жизни встречаться с такими людьми, очень способными, талантливыми, одаренными. Но они чувствовали некое внутреннее равновесие, они были приятны в общении. только тогда, когда собеседники, люди, окружавшие их, говорили о них хорошо или очень хорошо. Имитируя скромность, они говорили, «Ну что вы, ну что вы, это не обо мне, я совсем другой». Но на самом деле по всему было видно, что человек купается в этих словах и ради этих слов готов на все. Он без них жить не может, как алкоголик без спиртного, да и как просто здоровый человеческий организм без воздуха и света. Это, несомненно, страсть, которая, порождая другую страсть, еще более тяжелую, страсть гордости сильно повреждает внутренней человеческой жизни. А гордость – это апогей греха. Бог гордым противится, смиренным, дает благодать. Дьявол есть отец гордости. Гордость – это противление Богу, которое выражается в быту, в повседневности, в том, что гордый человек всегда себя ставит над другими. У него единственный взгляд на мир сверху вниз. Он не способен сравняться с другими и тем более не способен увидеть свои грехи, свою слабость, свое несовершенство и осознать, что ни на какой он, ни на вершине, а где-то там, внизу, среди всех остальных. Гордость порождает абсолютно нездоровый взгляд на жизнь, греховный и очень опасный стиль отношений с людьми. А иначе и быть не может, потому что, если Бог гордым противится, то и благодати лишает. И тяжелее всего из всех страстей, какие только есть, преодолеть эту страсть гордыни. Наверное, святой Аввасерапион размышлял на все эти темы не просто теша свой разум, а переживая некий духовный опыт. Все святые отцы, аскеты, которые учат нас тому, как нам нужно жить и бороться с грехами, не от теории говорили, не от книг говорили, хотя и книги знали и читали, но в первую очередь от своего опыта, от опыта тех, кто их окружал. И именно потому их слова обжигают наше сознание, пленяют наш разум, даже и сегодня, в далеком от них 21 веке. И то, что вся эта мудрость сохранилась на протяжении веков, то, что она сегодня нас питает и вдохновляет, является самым ярким свидетельством того, что предание Церкви, хранящее божественную мудрость, является вечно юным, никогда не стареет и никогда не теряет своей актуальности. вразумляемые этой божественной мудростью используем Дни Святой Четыридесятницы для борьбы с нашими злыми помыслами и со страстями. Аминь. Со средой первой седмицы поздравляю вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова